Саммари сегодняшнего матча. Видим, как красиво было сегодня на Ивенту стадион поначалу. Видим радость игроков Юве. Ну и, соответственно, смотрим саммари матча. Может, разберем момент с пенальти здесь. Так начиналась встреча с момента для Дриса Мертенса. Это его удар, который отбил. Буфон на это гол после ужасной ошибки обороны Наполи забивает Роберто Перейра. Видим, как ошибли здесь в защите игроки Наполи. И, прежде всего, Бристос сделал, оставил свободную зону, куда вбежал Перейра и, переиграв Андухра, отправил мяч в ворот. 1-0 Юве пошел, вышел вперед. Были моменты еще у... Наполи, правда, в первом тайме Наполи совсем бледненько смотрелся. Если честно, как-то совсем Наполи разочаровывал в первые 45 минут. Еще один момент, когда был прострел, не совсем понятный. Это красивый перформанс в память о жертвах, которые были на Эйзеле во время легендарного, знаменитого, к сожалению, с точки зрения трагедии, матч Ивентус-Ливерпуль, финал Лиги Чемпионов. Ну, а далее, соответственно, тайм второй, удар Стураро после паса Поля Покуба. Очень хороший удар Стефана Стураро. Ну, а здесь арбитр поставил пенальти за игру рукой. Куа-2 Самуа. Была игра рукой, арбитр ее обнаружил. И в итоге Буффон пенальти отразил, но на добивании первым был у Лопеса. 1-1 Админер Стойвентус играл с мотивацией в этой встрече, что, в принципе, многие исключали, так как матч ничего не значил. У нас уже родные стены сами по себе мотивируют Ивентус. И это тоже очень важно. Видим, что Ивентус хорош очень в атаке. И очень хорош был в этом бюджете сейчас у Стефана Стураро, обыграв двух защитников и отправив мяч в ворот. Там был рикошет, но это не отменяет, на мой взгляд, заслуги Стефана Стураро, который с каждым матчем играет все лучше и лучше за Ивентуса. И, безусловно, это большое дело для Юве. Покупка такого футболиста, молодого, итальянца, это всегда очень важно для старой синьоры. В конце матча были моменты у Наполи, но Наполи их не сумел реализовать. Ну а здесь, собственно, момент, который первый спор на арбитр в этом моменте пенальти не поставил. Игра продолжилась, хотя был крайне недоволен Альваро Мурата этим фактом. Ну а что было далее? Сейчас посмотрим. И вот в этом моменте здесь арбитр в пенальти не дает. Дальше тут происходит стычка, удар головой Бритуса. Получает за это красную карточку Бритус. И, конечно, удар просто безобразный, так не делается. Бритус абсолютно повел себя по-хамски. Ну и пенальти, пенальти за что был назначен? Честно говоря, я не очень понимаю, но, может быть, за... Опять-таки, момент с участием, когда был прострел. Продолжение следует...